всем привет с вами темный ниндзя и заметки апачи мира 4 так у нас сервера с вами ушли на тех работы ну давайте посмотрим что же нас ожидает после того как включат сервера новые поля на корабле иллюзии события сумачхона холодные снежинки новый внешний вид новые достижения ну и немножечко подробнее новые поля на корабле иллюзии откроет седьмой и четвертые меры в них будут соответственно седьмом мире великий генерал бог демонс босс 186 уровня на четвертом мире будет босс 190 уровня великий генерал бог кого-то аватар а также будут добавлены миссии поручения и прочее нечисть в этих мирах и я так понимаю может будут создаваться новые предметы я так думаю это для поручения наверное предметы можешь для призыва каких-нибудь боссов с которых что-то можно выбивать какие-то ресурсики с кораблем не знаком к сожалению вы пока до него не дошел также можно будет свиток зачарования магической сферы в небесном замке у джангена то ли просто перевели на другого нпс делать этот свиток зачарования то ли это что-то другое то ли просто добавили еще одну к 1 на 1 нпс где можно это сделать может просто перевели на другого нпс чтобы было у разных не знаю для чего это сделано посмотрим в игре повышение уровня ну понятно это семидневная отмечалка здесь у нас с вами зелье опыта эпические дают деле охоты и легендарно зелье охоты две штуки билеты на повышать пик коробка усиления ци эпическая эпическая коробка трав но это хорошо в принципе травка всегда нужно хоть какая даже синенькая она всегда эпическая это вообще круто 14 дневная отмечалка есть вообще у нас классно тут прям суперские у нас награды как по мне пичит коробку усиление тела это опять с травками эпическая коробка блесток четыре штуки не знаю какие там у нас разбросы от от 1000 или от 100 до 5000 но все равно хорошо четыре штуки будет билеты призывы книг навыков камней духа легендарных камней духа и бусин дракона билеты здесь будут призывы редкий сундук строка не стали эпический сундук драконьей стали эпические коробки материал совершенственное в общем все что нам нужно легенд 20 эпических статуэток на легендарные плюсов дает возможно для тех кто близок к трехсотке это тоже хорошая прибавка вот в общем отмечалка 14 дневная вообще классная суперская в принципе и семидневная я бы не сказал что плохая отмечалки пока меня прямо радовать стали последнее время нам включают с 4 декабря по 6 за темную сталь сокровище духов легендарные так что если у вас есть покупайте пробуйте вставлять ставки так магазин обмена у нас с вами будет магазин за клановые монеты это не есть круто конечно так как они и так расходуются в нужное руслом скажем так и что у нас здесь по обменам за 500 тысяч здесь уже у нас нету как там раньше легендарная статуэтка здесь у нас легендарная трава черной душе одна штука и 3 эпической травы это у нас веточки конечно наградки хорошие но цена все таки также кусается как и раньше поэтому может быть за древние монеты больше было бы возможности это взять и хотелось бы эти веточки точно прямо взять а вот за клановые немножечко как-то не очень хочется также у нас есть легендарные камни усиления красненькие и желтенькие фиолетовыми кида по одной штучке и легендарное камни усиления три штучка два раза посту ну тут ну не знаю но может быть если у вас есть уже какие-то голдовые шмотки может быть вы хотите попробовать точнуть их но мне кажется это не очень нужно но для более топовых игроков это наверное вещь хорошая нужно дальше нас есть эпические камни усиления вот тут плюс минус в принципе вещь то нужно так как вы красные шмотки 4 грейда можете заточить на плюс 8 и тем самым сделать легендарно поэтому возможно это есть смысл взять но опять же 200 тысяч ну как-то блин маленько жалко но если у вас есть то в принципе взять будет так уж и я бы взял наверное если бы у меня лишние были монеты клановский вот этот вот я скорее всего заберу наборчик так как здесь эпический сиропчик озорума эта вещь офигенно нужная абсолютно всем стопроцентно поэтому этому будем точно забирать также здесь у нас женщин и редкая трава черной душе как бы вот это я думаю забирать надо сто процентов сто тысяч уж как минимум точно придется в этой акции потратить здесь у нас с вами эпический кристалл льда эпический камень усиления артефакта дракона редкий камень усиления артефакта дракона ну такое себе лучше поставили бы блестки с с ядрами но их нам поставили в отмечалке а здесь не поставили к сожалению я лучше взял блестки и ядра конечно же за 100000 и на этом остановился так давайте дальше у нас дальше вид с вами какие-то крылышки сзади ну плюс-минус неплохо выглядят опять же нужно под них нужный костюм скорее всего подбирать они не будут на всех прям костюмах выглядеть одинаково круто мне кажется достижение неудачно выполнены драконе перековку что у нас здесь будет так мы будем с вами значит при неудачных попытках усилить легендарное снаряжение четвертого уровня это такая четвертого грейда путем драконии перековки будет засчитан счет достижения то есть я не знаю честно у кого-нибудь есть легендарное снаряжение 4 уровня нет что-то как-то по моему прям для жестких донатов которые у которых мощь под 500 брена да вот таких наверное есть ну окей хорошо тоже и есть в этом своя плюшка будет какие-никакие наградки может он даже хорошие наградки кто его знает надо будет посмотреть в игре меню задачи достижения зайдем в игру когда обязательно посмотрим и прикинем нам поменяют легендарного духа в магазине призывы как я понял все еще процесса кандела будет 28 по 24 декабря ну может это и неплохо нам кто-то можно захочет ее вытащить кто-то может и не захочет портал изменения в башню черного дракона до изменения если вы используете входной билет для входа в башню черного дракона вы могли свободно войти на каждый этаж после изменения если вы используете входной билет для входа в башню черного дракона вы сможете войти на выбранный этаж только в этот день после выбора одного этажа нельзя войти на другой этаж то есть один раз в сутки вы можете зайти на определенный этаж если вы зашли на второй этаж то больше никуда вы не попадете честно я не знаю люди прыгали так по этажам или нет если да то значит больше не будут нам убирают немецкий язык из игры точнее можно сказать уже убрали да мы просто еще не вошли в игру ну что не надо было на новом немцы перестали играть молодцы красавцы и так исправление внутри игровых ошибок и улучшение игрового процесса исправлена проблема из-за которой галочка не отображалась на значке предмета при выборе предмета на странице артефакта дракона исправлена проблема из-за которой параметр цели усиления отображался как один авто усиление снаряжение снижение кодекса на определенном этапе усиления исправлена проблема на странице тезисного фрагмента из-за которой если вы щелкаете или коснетесь текста сменить панель панель автоматически вернется к первой панели внесены сообщения об успехе при использовании авто усиления исправлена ошибка из-за которой во всплывающем окне источник для некоторых элементов не было информации удалены ненужные нпс а мы особо их и не замечали риск так то подумать вот чем исправляют все что угодно только не то что действительно нужно в первую очередь как на мой взгляд я посмотрю да вот надеюсь я не сильно утомила своими разговорами такая вот обновочка нас с вами ждет ожидает может кому-то эта информация будет полезной и интересной наш вами был темный ниндзя до новых встреч и пока пока